Как недавно Хабиб говорил, в мире поп-ммэ слишком много грязи. Вот вам очередное доказательство, например, поступок Шавхала Черчаева, о котором сейчас говорит весь интернет. Эта ситуация настолько вышла из-под контроля, что Шавхалу грозит реальный тюремный срок. Настолько вышла из-под контроля, что даже профбойцы не смогли промолчать. Реакция Шлеменко, слова Хабиба, реакции фанатов. Все хотят порвать Шавхала за его поступок и ищут его, если судить по реакции тех, кто видел этот ролик. Ну и конечно, я тоже не могу промолчать и выскажу свое мнение жестко как есть. Понравится это кому-то или нет, меня не волнует, скажу все, что думаю. И опять же, полное видео драки. Так же, как и видео, на котором в Тагестане избили Томаева, эти ролики без замыливания YouTube просто не пропускает, вешает ограничения. Так что, если кому-то интересно будет, то оригинальные видео драки я уже разместил в нашем телеграм-канале. Если интересно, ссылка в первом комментарии на закрепе. А я же приветствую тебя с тобою, ММА-братство. И запомните, если мы называем друг друга братьями, так давайте ими быть на самом деле. Чтобы слово «брать» не теряло свой главный смысл. Вот теперь поехали. Самым первым из профбойцов по этой ситуации высказался суперэксперт по всем вопросам и делам. Боец, у которого всегда есть свое мнение касаемо любой ситуации – Александр Шлеменко. Мне тяжело его комментировать, потому что я не видел видео. Мне сказали, что там есть какое-то видео, пистолет какой-то даже есть. Ну смотри, если есть пистолет, тут уже конкретно должны правоохранительные органы, я считаю, разбираться, откуда он взялся. И как я, знаешь, воспитан, так достал нож – бей, достал пистолет, почему не выстрелил. Все, все, все. На колени встань! На колени встань, блядь! Встань на колени, чушуха! Вопрос. Это к тому же, почему, наверное, человек приходит разбираться к моему человеку в шестером, а не один. Это, наверное, к тем же вопросам. То есть кто-то просто, может быть, хотел шоу показать, но за рамками шоу. И чуть-чуть переборщил. И я считаю, что, как и любой житель нашей страны, должен теперь за это ответить. Вот как раз-таки появились новости, что, возможно, ему съесть два года о колонии. Ну, посидит, подумает, что такого. Ну, посидит, подумает, что такого. Там шоу устроит. Ничего не вижу в этом, знаешь, такого. Хабиб Нурмагомедов за пару дней вот до этой потасовки Шавхала и Перса только за пару дней до этого еще высказал сейчас, сколько же грязи в поп-ммэй. Там есть хорошие ребята, интересные ребята. Ну, конечно, грязи много, грязи много. Ну, всегда же было. Даже посмотрите, сколько сайтов есть, где грязь продается, и у них миллионные просмотры, так скажем, да, ну, это очевидные вещи. Ну, эти организации, они преследуют грязь, и из-за этого у них там просмотры есть и так далее. И как же Хабиб был прав, прям в воду глядел. Это не последняя ситуация. Пока кто-то из этих парней не получит реальный срок, пока кто-то серьезно не встрянет, они не поймут, что не подобает себя вести таким образом. У них есть хорошие бойцы, но дисциплины нет у них. Не доросли многие эти ребята до профлиги еще. Если будут дальше делать такие грязные поступки, рано или поздно это закончится плохо для них, заявил Хабиб после драки Шавхала и Перса. От себя же я хочу сказать, что Шавхал еще даже пистолетом угрожал Персу. И странно, что Хабиб не высказался про это, или просто не хотел ковыряться во всей этой грязи. И просто поверхностно напомнил, что не одобряет все это. Во всяком случае, как Хабиб сказал до драки, как и после драки, грязи в поп-ММА слишком много. Эти парни, все те, кто заявляют о себе как о великих бойцах, ну хотя бы пример взяли бы с Хабиба. Но нет, большинство берут пример с Конора, и как он себя ввел там. Но знай, менталитет наших мужчин тут такое не прокатит. У нас, если слово сказал, то придется за него ответить. Либо словами, либо кровью. У нас по-другому не бывает. Наверное, вы уже слышали, что пошли слухи, что Шавхал угрозит реальный тюремный срок до двух лет, что теперь его пытаются даже отмазать. Зная, как законы не работают в нашей стране, могу сказать с уверенностью, что не посадят Шавхал, а его по-любому старшие отмажут. Думаю, если бы все законы работали как надо в этой стране, то и не было бы вот таких ситуаций. Сегодня достал пистолет, а завтра что? Ножом полоснут кого-то? Когда в стране правят беспредельщики, то и законы не будут работать. Так что я не удивлен. В общем, братья, теперь я жду ваши комментарии, ваше мнение. Пишите правду как есть. И как всегда, я буду ждать вас там в комментариях. Все, брат, давай.